Еще в 2022 году App Store и Google Play удалили из своего каталога ряд приложений российских банков. Среди них оказались Сбер, Альфа-Банк и ВТБ. Компании для восстановления доступа клиентов к сервисам создавали клоны приложений и публиковали их под другими названиями. Сбол от Сбербанка и Баланс Онлайн от ВТБ быстро раскрыли и удалили с площадок. Сейчас установить мобильный банк можно по ссылке через официальные сайты банков. И хотя проблема в каком-то смысле разрешилась, компании продолжают искать альтернативные способы взаимодействия клиентов с банком. Так накануне ВТБ объявил о запуске цифрового банка в Телеграм. Он будет создан на базе уже существующего чат-бота. Телеграм-бота в последнее время это очень частая замена необходимости делать такой сложный красивый интерфейс мобильного приложения или веб-приложения. Интерфейсы Телеграм-боты очень простые, вписываются в возможности Телеграма и, скажем так, сразу работают. А вот у нас, когда студенты делают какие-то проекты, они выполняют часто именно Телеграм-боты, потому что их немножко быстрее разработают, чем полноценные мобильные приложения с серверной версией или веб-приложения. Сервис, по словам представителей банка, должен стать надежной альтернативой приложения. Цифровым банком смогут воспользоваться владельцы смартфонов на iOS и Android. Для входа в систему будет необходима авторизация по СМС. Вы, когда захотите провести какую-то операцию, у вас должен быть телефон рядом и Телеграм. Если какой-то злоумышленник получит доступ к вашему Телеграму, еще не все он может сделать с вашим аккаунтом. Для этого ему нужен будет ваш телефон, чтобы он прочитал, ну, скажем, СМС-подтверждение. Поэтому безопасность здесь точно такая же будет, как и в случае мобильных приложений или веб-приложений. Но единственное, что, конечно, могут создаваться фейковые Телеграм-боты, которые будут делать вид, что они вот тоже, мол, могут там как-то копировать интерфейс. Но с этим очень быстро бороться. Есть же инструменты подтверждения, верификации. Поэтому я думаю, что с этим тоже не должно быть проблем. Эксперты подчеркивают, даже если Телеграм обеспечит максимальную защиту, клиентам банка расслабляться не стоит. Злоумышленники найдут уловки и для цифрового банка. В ход могут пойти те же ссылки на фишинговые сайты. Специалисты призывают отнестись серьезно к защите смартфона и других устройств, на которых можно авторизоваться в мессенджере. Маргарита Михайлова, Универньюз.